Таинство Соборования, поздравляю с приятием этого таинства. И все равно хочу напомнить, что к любому делу Божию нужно прибегать нелицемерно. И в частности, не нужно уповать, что каким-то наружным действием, без нашего личного соучастия, будет что-то благое с нами совершено. Что вот мы совершили, Господи, вот этот обряд, теперь будь добр, исполни по нашему обряду. Нет, дорогие братья и сестры. И еще, то есть, это дается через нашу веру и молитву. Приблизитесь к Богу, и Бог приблизится к вам. А также то, что мы просим у Господа здоровья и неоднократно здоровья. Вот, прибегаем к этому. Но отлично должны знать, что не можем просить Его для худых дел. Конечно, в наших глазах они бывают не совсем худые. Да, просим здоровья своим ножкам, и ручкам, и желудку, и всей внутренности своим, и глазам своим, и устам своим. Но для того, чтобы они служили на добро, а не на зло. И сейчас, в совершении этого таинства, по правилам, совершите по возможности, каждый по три поклона. Кто может, земной, кто может, поясной. Не крестяся, а повторяя за мной слова. Благословите, отцы честные, и простите нас грешен. Благословите, отцы честные, и простите нас грешен. Благословите, отцы честные, и простите нас грешен. Благодатью свою Бог да простите по миру всех нас. Аминь. 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 Продолжение следует...